Продолжение следует... Новые клиенты все-таки появляются, но не так много, как бы хотелось. Не всегда удается сделать их постоянными клиентами. Не все предложения работают. Видимо, что-то не так делают. Пишет нам Светлана из салона красоты. И вот что хочется сказать Светлане. Светочка, ёкарный бабай, ну сколько же можно? Не надо новых услуг. Не надо каких-то супер-пупер эффектов. Все предельно просто. Ну вот представим себе, что я красивый молодой человек. Сделал себе перманент, чем бы это ни оказалось. И вот я подхожу к стойке ресепшн, расплачиваюсь. Что должна спросить у меня девушка, которая сидит на этой стойке? Нет, нисколько времени. И даже не сигаретку. Она должна спросить у меня, все ли мне понравилось. И если я скажу, да, все было хорошо, она должна предоставить мне возможность выбора. Выбор – это важно. Она должна спросить у меня, как я записываю вас на эту дату на следующий месяц, вам в это же время или на часик пораньше? Все. Эта фраза как минимум вдвое повысит посещаемость вашего салона. Здесь нет никаких технологий. Здесь нет никаких исследований, менеджмента. Все предельно просто. Я не знаю, может быть, тех девочек, которые сидят за стойками ресепшн-прикмахерских и прячутся за ними от клиентов. Может быть, их отправить на какие-нибудь курсы разговоров с клиентами. Я не знаю. Мне кажется, проще их промотивировать материально. Есть пролонгация стрижки. Получите. Нет? Упс. Недалеко от меня расположены пять парикмахерских. И никто из сотрудников этих парикмахерских не понимает, зачем нужно встречать их клиентов хотя бы раз в месяц. Все просто. Я в каждой из парикмахерских предлагал, а вы запишите меня на первое число каждого месяца и накануне звоните. Как вы думаете, сколько из парикмахерских согласились это сделать? Правильно. Никто. Аргумент был самый простой. А вы сами нам звоните, когда вам надо. А ведь как было бы замечательно. Раз в месяц раздается звонок с напоминанием. Андрей, здравствуйте. Завтра у вас стрижка. Да, я понимаю, сейчас у вас в голове засуетился такой мерзкий червячок. А как я буду предлагать услугу, а вдруг она не нужна клиенту? Задумайтесь вот о чем. Когда последний раз о вас заботились незнакомые люди? Никогда. Начните делать это первым. И посещаемость вашего салона сразу вырастет в два раза. Стоматология. То же самое. Ну почему бы раз в месяц не проводить профилактический осмотр зубов за 100, 200, 500 рублей? И как только есть проблемы, тут же все вылечить. Блин, да я был бы счастлив. Если бы кто-нибудь раз в месяц осматривал мои зубы, вовремя все лечил, давал бы какие-нибудь советы, рекомендации. Просто подумайте о том, какое это гигантское конкурентное преимущество. И почему так никто не делает. Открою вам небольшую тайну. Вы смотрите третий вариант этого маленького видеоролика. Однажды ночью я проснулся от чувства невыносимой печали. Это что такое происходит с нашими мозгами, когда на простую просьбу клиента, а давайте я буду раз в месяц сдавать вам денег, просто позвонить им и отвечаем. Нет, звоните сами. Это каким извращенным должен быть наш ум, чтобы, делая бизнес, отказываться от денег. И я говорю сейчас не только о парикмахерах, стоматологах. Я говорю обо всех нас, занимающихся продажами. Когда вы последний раз спрашивали своих клиентов, как я могу облегчить вашу жизнь? Нет. Мы предпочитаем запереться в переговорных, проводить мозговые штормы на тему, а вот как бы придумать такую фишку, чтобы продавать больше. И я понял, что такое с нами происходит. Страх. Мы боимся нарваться на отказ клиента, а потом долго пережевывать свое унижение. Черт возьми, да мы просто боимся подходить к незнакомым людям на улице. Страх парализовал нашу жизнь. Да, мы живем в такой стране, где за невовремя спетую песню можно получить совершенно конкретный срок. Этот страх воспитывали в нас поколениями на протяжении 70 кроваво-красных лет. И, наверное, сейчас вы ждете от меня какого-нибудь выступления на тему «Разверните ваши плечи», «Отриньте ваш страх», «Делайте что-нибудь». Ну, или какая-нибудь хрень в том же духе. Я поступлю гораздо хуже. Я дам вам технологию. Так как преодолеть свой страх? Очень простой ответ. Не убегать. Ты должен сделать шаг сквозь свой страх. А затем еще один. И еще. И пусть ты переполнен страхом, ты должен двигаться вперед. Таково правило. Постепенно ты обретешь уверенность в себе. Твоя целеустремленность вырастет. Жизнь перестанет казаться такой пугающе трудной. И однажды наступит этот радостный момент, когда ты поймешь, что страха нет. Это происходит каким-то образом и постепенно, и сразу. Больше всего это похоже на всплеск. Страх уходит. И если ты однажды смог таким образом победить свой страх, ты перестаешь бояться до конца своих дней. Ты начнешь понимать, что тебе надо и как этого добиться. Каким-то образом ты начнешь предугадывать, что нового готовит тебе жизнь. И ты начнешь воспринимать все кристально ясно. И удачного тебе дня. С тобой был Андрей Черкаев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok